Всем добрый день, милые дамы, уважаемые подписчики, с вами Ольга Ищихи. И сегодня я хотела бы представить вашему вниманию украшение по 15 евро и по 10 евро. В общем, делаю весеннюю распродажу. И начну с двух винтажных наборов. Это Чехословакия, цена по 15 евро. Итак, первый набор это клипсы, браслет. И само ожерелье. Обратная сторона ожерелья вот такая. Замочек. И еще один набор. Вот такой вот, это тоже Чехословакия. Вот замочек. Обратная сторона. И состоит из броши, ожерелья, как вы уже видели. Могу понять, ловит фокус или не ловит. И клипсы. Вот, девочки. Ну, это ожерелье одно и второе я показывала. И на себе, и без себя. Да, и в общем, девочки, 15 и 15. Это Чехословакия, это винтаж, превентаж. В общем, все как положено. Флакончики по 10 евро, малахитовое стекло. И немалахитовое тоже. Вот. Тоже по 10 евро. Ставлю сюда, чтобы вы могли рассматривать. Может, кому-то понравится, не понравится. Дальше, девчонки, показываю все, что есть по 10 евро броши. Стиль арт-деко. Такая брошь, кстати, 100% винтаж. Потому что замок у нее, крючок. Вот такая красавица. Все хочу ближе дальше. Ну, вроде четко. Еще одна брошь в стиле арт-деко. Девочки, мне кажется, что фокус у меня плывет. Я вот тут снимаю через новое приложение к айфону. В общем, замок-булавка. Все по 10 евро. И что-то оно мне так, чтобы сильно нравилось, так не очень. Ну, все, я все, что сейчас показываю, все по 10 евро. И все это я уже показывала. Просто по-быстренькому покажу, что есть. Вот такая. Что-то у меня думается, что и без этого предложения было тоже неплохо, а может, даже и лучше. Вот такая брошь. Ну, может же, зараза. Ну, если подношу ближе, совсем размазывает, да? А так получается, что я не брошь, а показываю руки. Так, ну, вот так. Ссылку 10. Это Джей Джей. Ну, не видите, что творится. Ну, как творится? Ничего особого такого не творится, но... Как-то так, девочки. Еще одна брошь. Вот такая. Дальше снимаю просто на айфон. Сейчас посмотрим, что же лучше. Потому что там вроде как и приложение, и все такое, но оно мне четко, мне кажется, не берет фокус. Не могу показать ни замок. Нормально не приблизить, ничего. Вот такая брошь, тоже 10 евро. Девчонки, ничего не чистила, ничего не делала с этим всем. Так, такая брошь, тоже 10 евро. Вот это все сюда. Мне кажется, просто, когда снимаю на айфон, без приложения, четче видно все, что сзади, и вообще саму брошь тоже. Итак, по 10 евро. Это все винтаж. Вот такие вот красавицы. Это 10. Вот так. Тут крючок. Девочки, сейчас скажу, что пришла моя посылка. Новая почта. Возврат бесплатный. Поэтому ничего не платите вы назад. Если посылка идет на возврат, вы ничего не платите. Никакую растамушку, ничегошеньки. Поэтому заплатить 2 900 или 2 600 гривен за что? В общем, мне проще вернуть посылку. Было дождаться, пока она придет. Вот и все. Посылка пришла целая, без всяких там потерь, повреждений. По мере своих скромных сил, мне назад все это замотали. Уже спасибо, как говорится. И все. И на этом, девочки, скажу так. Так, с 1 марта тариф подняла новая почта. 400 крон где-то будет выходить посылка. И это уже район 20 евро. То есть никакие не 15. Это минимальное. С учетом стоимости коробки. У них 15, по-моему, крон будет коробка. Поэтому новая почта с 1 марта подорожала. Может, потому что возврат теперь бесплатный. Вот как-то так, девочки. Это новая почта Украина. Всем остальным тариф, как бы, так и есть. До килограмма 10 евро. Если это не габариты бешеные. То есть это 500 грамм там, по-моему. В общем, девочки, 10-15 евро. Но дело в том, что если вообще международная почта, такая цена, как 10 евро присутствует, то в новой почте такой цены уже нет. Независимости нет. Даже если у вас будет там одна брошь, все равно тарифы у них висят прямо в пункте приема. Можно и онлайн посмотреть. То есть все как положено. Все, что показываю, по 10 евро. Дальше вы меня спрашиваете. О, цена, цена. Сколько стоит? Сколько стоит? И все такое прочее. Девочки, это брошь под ремонт. Девочки, ну как? Я могу вам вот на свой товар, все, что мое, цену могу сказать. Вот, пожалуйста, по 10 евро. А когда я показываю товар в магазине, или мы в гостях у человека, да, или на складе, ну какая цена? Я же не буду спрашивать цену на все и вам озвучивать. И на тот момент, когда я показываю, это же как бы склад или частная коллекция человек продает, да, он вот мне сейчас сказал одну цену. Это же там нет такого, что написано вам ценник висит. Вы спрашиваете, я перезваниваю, уточняю, это может быть чуть дешевле, чуть потом дороже. То есть какая цена? На свой товар я могу сказать цену, на чужой, извините, нет. Да и смысл мне, когда я снимаю шкаф полной посуды, спрашивать за все, что там есть. Там 100 наименований, я что буду все 100 записывать? Девочки, зачем? Из этих 100 захотят две чашки только. Вот их цену я и спрошу. То есть цена, поэтому по запросу, опять же, на свой товар я цену озвучиваю, на чужой, извините, нет. Потому что мне может быть цена другая, кто-то смотрит, покупает у того же, допустим, поставщика, там еще какая-то цена. Зачем мне это надо? Мне это не надо. В общем, девочки, как-то так. Поэтому, когда вы мне пишите в Ютубе, сколько стоит, девочки, ответа нет. Спешите в личку, спрашивайте, кому реально надо, тот пишет в личку, спрашивает, сколько, и так далее, и тому подобное. А кому скучно, тот пишет в Ютубе, сколько стоит. Столько-то стоит. Дальше, девичонки, вот это я побурчала. Но насчет цен сразу говорю еще раз. Товар моет цену. Говорю товар, не моет цену, не буду освучивать, потому что это бесполезно. Так, это замок. Вот. Здесь должна быть втулка, может, от браслета. Короче, это рукодельница. Не знаю. В общем, девочки, вот такой. Как-то так. Вот такая брошь. Так, дальше мне пишут. Оля, вот вы там сняли витрину магазина. Это Китай. Девочки, Китай, не Китай. Вот была витрина магазина. Я вам ее сняла. Все. А то, что хозяин магазина, напоминаю девочке, что это все-таки ЕС, и тут частная собственность, магазин, да. Он какую цену хочет, такую ставит. Что хочет, там в ценнике пишет. Хочет Китай, хоть Чехия, хоть Италия, да. Вот написано там Италия. Я вам прочитала. Италия. Вы мне пишите. Это Алиэкспресс. Девчонки, вы же, ну как бы, ну как я могу утверждать, это Италия или Алиэкспресс. Вот я вам прочитала, да. И на этом все. Это уже на совести и хозяина магазина, что он там пишет. А может это Италия, откуда я знаю. Девочки, я вам показала, вы посмотрели, вот и все. На этом как бы, упс. Это же не мой товар, который я продаю, да. Я вам показала витрину магазина. Вы пишите Алиэкспресс. А мне холодно от этого никому. Не жарко на самом деле. Вот. Так. Все, что показываю, это по 10 евро. Итак, дальше. У нас есть группа в Телеграм. Группа в Телеграм, их даже две. В одной показываем украшения от 50 евро и выше, а в другой онлайн посещаем антикваров, барахолки, антикварные магазины, склады. В общем, кто хочет онлайн, присоединяйтесь. Тогда вы сможете реально спросить тут же. Это, кстати, Джей Джей. Нет заглушечек. Можете тут же спросить цену на интересующий вас предмет. Вот и все. Или онлайн сделать заказ, или хотя бы цену уточнить как бы на месте. Дополнительное фото тоже мы можем сделать, потому что я пришла, допустим, в магазин, и человек не будет мне уделять внимание целый рабочий день. Вот есть два часа, пожалуйста, за два часа успейте. Обернитесь, как хотите, что получится, то есть снимите. Или мы приходим в гости, мы же не будем там сидеть до второго пришествия. Здравствуйте. То есть учитываем это тоже. Поэтому, девчонки, милые дамы, уважаемые подписчики, кто хочет онлайн, вместе с нами посещать барахолки онлайн, подписывайтесь в нашу группу Телеграм. Сейчас показываю украшение по 15 евро. Смотрите, вот такая бабочка. Ее бы почистить, может быть, было бы хорошо. В общем, вот как-то так. Как бы их так отделить. Вот. 15. Вот такая брошь. Обратная сторона. Мне все-таки кажется, что это просто на камеру я снимаю на iPhone лучше. Вот такая. Сейчас показываю все по 15. Это стиль арт-деко. Но они отличаются. Видите, это как-то белее. Обратная сторона. И тут шумпальный замок или замок-тромбон. Клейма я не увидела. Но я такая, что я могу и не увидеть. Так. Дальше. 15. Вот такая. Обратная сторона. И тут замок. Крючок. Еще 15. Девочки, вы спрашиваете, где вас найти? Ну, вообще, у нас YouTube, Telegram, Instagram. Так, магазина нет. Еще раз. Торговля онлайн. Но вроде как Саша в субботу собирается стать на электро, на барахолке в Праге с товаром. Ну, увидим. Они там с друзьями собираются. Девочки, кто хочет прям прийти и увидеть, пожалуйста, ближе к пятнице пишите. Я скажу точно, будет он там выставляться или нет. В общем, как-то так. Поэтому вот красивая брошь 15 евро. Дальше. Лебедь. У меня таких два. И где-то есть белый. Должен быть по 15 евро. Это стекло, это лентаж. Состояние у них очень-пре-очень хорошее. Так, я чуть-чуть подлину, потому что не видно броши. вот такая. Состояние хорошее, смотрите. Без каких-либо вообще нюансов. И вот у меня еще одна из брошей. Без нюансов вот такая. Вот. Это по 15, девочки, мальчики. Вот еще. Это клип. Еще не могу найти. Я рандомайзер для розыгрыша. Уже месяц не делала розыгрыш. Не потому что жадность меня обуяла. Две недели была в короловых варах. Пила воду. Для меня это кому-то нравится. Для меня это я вообще терпеть не могу. Такие вот эти отдыхи. Тут есть, по-моему, клеймо в виде сидения дома и питья воды. Но что делать? Не знаю. В общем, две недели я мужественно там пробыла. На третью у меня уже все, сил никаких не осталось. Поэтому две недели девочки воду пила. Снимали апарты мы. Очень хорошие. И эти апарты есть в букинге. Но кто хочет, у меня есть номер телефона хозяина непосредственно. Потому что на букинге вы платите процент. Но можете, если надо, я дам номер телефона. Неплохие апарты. Ну, как неплохие? прям хорошие апарты. Можно в общем непосредственно возле колоннады, кто кому не хочется далеко ходить и так далее и тому подобное. Напишите, я, кто собирается и кому нужно. я дам номер телефона хозяина. Наборчик такой, клипсы и брошь. В общем, и еще очень сильно я рандомайзер не могу найти. Я и в апстор заходила, там нет. В общем, я не знаю, какой рандомайзер. Поэтому никак не могу сделать розыгрыш. А там браслеты, бусы зависли. В общем, караулы. Итак, милые дамы, уважаемые подписчики, показала вам, что есть у меня за 15 евро и какие украшения есть за 10. Постараюсь я сделать два шутца за 10 и на 10 и 15 по украшениям. Но здесь показала просто обратную сторону тоже там быстро. Попробуем. В общем, желаю всем прекрасного настроения, чтобы все было хорошо. А с вами Ольга из Чехии. Пока-пока.